Согласен, потасовка прикольная, но раньше с седьмого хода у тебя ничего не будет забавного, потому что на седьмом ходу... Окей, даже на шестом, Таурисан тоже прикольно. Сильвана прикольно. Но типа, если ты на седьмом ходу вываливаешь доктора Бума, уже что-то. Окей. Мерлок и крабик. Окей, только я сказал то, что раньше седьмого хода не будет ничего прикольного, и тут же вываливается крабик. Окей, да, я за три маны мог вывалить того же самого Танка Паука за одну карту. Но! За крабика ты получаешь очки стиля. Очки стиля это очень важно. Боги рандома любят очки стиля. Наверное. На топ-декал чё-то, на топ-декал, паскуда, ну показывай чё. А вангую... Нет. Я думал это... Этот... 7-8 с провокацией. Земной элементарь. И мистер Дудец. Спасибо, мистер Дудец. Мы чё-то в последнее время слишком часто видимся. Ладно. Или дан. Я надеюсь, что у него нету молнии, которая усилится от мистера Дудца, и мистер Дудец добьёт его. Тогда я бы вообще завизжал. Мм? Так, полегче. Парниша. Нет, ничего нету. Ладно. Насколько я помню, мистер Яни готов. Демон. Да, он демон. И мы получаем что-то типа... Смертокрыла. Отрегивающего огненных элементалей. С 10 хп. Фига замудрил. На самом деле, очень меня смущает то, что у Иллидана на картинке врага намного больше, чем они у него есть на самом деле. Паскуда, отфотошопил, небось. Вот это да. Тот момент, когда у тебя на самом деле вот такой вот, а на картинке вот такой вот. Жиза. Жиза. Так. Призыв тотема. Провокация. Конечно же, провокация. Что же могло быть помимо провокации? Так. Смотри. Сейчас мы бафаем Гармока. Угу. Разбиваем провокатора. Угу. Бам! Будет очень, 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 очень не смешно, если он с помощью этого хода, из-за того, что ему прокнул один из четырех тотемов на провокацию, он выиграет. Кстати, у Гармока тоже длинные рога. Правда, из бороды. Как это бивни называется, да? Ладно. Вангую он найдет сейчас лягуху. Залягухает моего долинорогого Элидана. И... Хотя нет, а толку-то, а толку. Надо ему как-то с толпой разбираться. У него есть портал на водворот и лягуха. И тогда да. Тогда клево. И тогда он... Секретик маговский. Будет забавно, если у него там ледяная глыба. Да. Вау. Я вот только думал. Сейчас он достает... Тотем на силу заклинаний, бахает портал водоворот, потом лягуху и... Точнее, наоборот, лягуху, портал водоворота всем на два. И разбивает аномалии 4-4. И у меня чистый стол. Вау. Это не броня, это не вейпорайз. Че, неужели ледяная глыба? Бам! Сколько вы отдали Бену Гроуду, чтобы выиграть эту катку? Самая полезная Аниксия, которая не родила ни одного ребеночка. Аниксия Чайлд Фри. Смешная шутка. Нет. Ладно, 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 ладно. Опять тотем на провокацию. Серьезно? Да, я мог оставить Шаману 1 ХП, если бы ударил Бесом в конце. Но почему-то я включил умного игрока, в скобочках нет, и ударил Бесом в начале, потому что думал, что у него будет обращение в пар. Хотя, если бы это было обращение в паре, я ударил бы элементалем, то я бы все равно выиграл. И нет, он не закомбейчил, хотя столько было шансов. Он достал один из четырех тотемов на провокацию, в тот момент, когда я мог ему летал нанести. Он достал из всех заклинаний, ну, меньше четырех там, по-моему, ледяную глыбу, и потом еще один тотем на провокацию. Вау! Неплохо, Близзарда, неплохо. Тотемы, фу, блин, талоны на удачу раздаете. У тебя было бы прикольно, если бы еще и Иллидан выпал из пака, но нет. Субтитры сделал DimaTorzok